Это местные вороны там разговаривают. Здорово народ! Очередной солнечный день в Западной Австралии. А что-то у нас ворота открыты. Так, гораздо лучше было. Так вот, очередной. Ворона тварь. Сегодня мы поговорим о сплавах. О сплавах и, скажем так, я поделюсь своим опытом. Разберем, лучше всегда учиться на чужих ошибках, поэтому разберем пару сплавов пара блогеров. Вот. Вот. И я не могу сказать, что я сегодня открою какие-то прямо вот секретные знания, с помощью которых вы станете крутыми подводниками водными. Но, во всяком случае, эти небольшие пункты вам помогут, скажем так, вам помогут избавиться от лишних трат на оборудование, вам помогут сохранить в целостности свое оборудование, в целостности и сохранности. Вот. А также, здесь так карту это вообще жутко какая-то. Да, значит, разбор полетов мы будем совершать следующим образом. Мы сегодня сравним два похода. Один из блогеров сразу заявил, что это его первый поход, фактически первый. Был у него до этого еще один ролик про водное путешествие, но он не считается. А здесь он совершил довольно-таки приличный большой переход. Вот. И он абсолютно неопытен в водных походах, о чем сразу заявил. И мы посмотрим, скажем так, его ролик. Не то, что его ролик посмотрим, посмотрим некоторые моменты, на которые я хотел обратить ваше внимание для того, чтобы, скажем так, предложить какие-то, предложить какие-то, ну, предложить свой личный опыт, предложить то, чему меня научили, то, для чего я дошел сам, скажем так, во время эксплуатации какого-то оборудования или во время каких-то походов или еще чего-то. Вот. То есть ничего нового, как я говорю, я здесь не открою. Вот. А второй, второй блогер это человек, который заявляет, что он опытный походник, что он водил, что он был инструктором, водил группы. Вот. У него были безумное количество сплавов, он постоянно ходит в сплавы, как минимум три раза в год. Причем сейчас он возобновился из сплава, не знаю, почему он не ходил все это долгое время. Вот. Но, во всяком случае, опыт это вещь такая, которую не пропьешь, и я надеюсь, что мы посмотрим, насколько действительно он опытен в сплавах. Вот. И разберем также некоторые его ошибки. Это наш первый походник, это, как вы уже поняли из названия, это походный оптимист, а второй это Игорь Лесник. Вот. Ну что ж, для начала начнем с конца. Начнем с конца, потому что, потому что, потому что, в какой-то момент во время, во время сплава, Дима, походный оптимист, задал вопрос, что вот, как бы понятно, что лодка, на которой я пошел, лодка, на которой я пошел, она не совсем соответствует тем целям, не совсем соответствует тому походу, в который он отправился. И он задумался о выборе лодки. Именно поэтому я хочу начать, именно поэтому я хочу начать с... с небольшого обзора, с небольшого ликбеза по лодкам. Итак, в целом лодки делятся по своей, скажем так, по своей конструкции, по типу sit-in и sit-on-top. Вот эта вот лодка, sit-on-top, это в основном лодки такие рекреационные, как их называют здесь, для того, чтобы, ну, ходить на небольшие расстояния, максимум до километра, потому что они очень неудобные. Плюс к ним относятся к sit-on-top вот такие угла на лодке, это рыбацкий каяк. То есть, суть такая, что есть тело лодки, которое выполнено из вылета из пластика, и ты сидишь сверху, то есть не внутри, то есть нету бортов, как таковых, ты сидишь сверху. Вот. Значит, посадки в этих лодках обычно очень неудобные, в данном случае это исключение, потому что, как вы видите, здесь, здесь есть кресло, которое поднимается и опускается. То есть, в данном случае кресло поднимается и опускается, и что снижает нагрузку на спину. Вот подобные каяки, рыбацкие каяки, конечно, еще куча всяких на них навесов есть. Устанавливают моторы, бензиновые моторы, устанавливают электрические моторы. Устанавливают различные паруса, аутриггеры для того, чтобы устойчивость увеличить. Вот. То есть, куча всяких модификаций есть. Следующий тип кайков, это вот как раз вот sit-in. То есть, это вот sit-on-top, да, то есть ты сидишь как бы на топе, наверху, а следующие кайки, это sit-in. Сейчас посмотрим. Вот он мне тут подвешен, это моя барзука, да. То есть, мы видим здесь, мы видим здесь посадочное окно, очко так называемое. То есть, ты сидишь, есть корпус, есть корпус лодки, ты сидишь внутри, и именно поэтому вот эти вот кайки называются sit-in. То есть, ты сидишь внутри. вот, гроза. вот дальше подобные кайки sit-in делятся по делятся, подобные кайки делятся по материалу изготовления. То есть, может быть пластик, может быть пластик. Делают также дюралевые, насколько я знаю. А вот подобного плана кайки из материала ПВХ, да, может быть надувная, может быть каркасная, может быть каркасно-надумная. В данном случае у меня каркасно-надумная, если тут видно, вот борта, то есть каркас есть и есть борта, которые надуваются. Когда вам говорят, что есть универсальные каяки, не верьте, такого нет. Есть каяки, допустим, для слалома. Это пластиковый каяк, сид-ин, он небольшой, короткий, но на нем, допустим, очень плохо ходить в дальние походы. Он очень хорошо его использовать на каких-то порогах, условно говоря, приехал на порог, покатался, поехал на другом, ну сплавился немножко, на другом покатался. Вот, то есть именно они сплавные такие и не предназначены для дальних походов, туда некуда погрузить. Никакие ни продукты, ничего, ни снарягу, ничего. Допустим, каркасные-каркасно-надувные суда, это, скажем так, есть такое понятие туринговые суда, туринговые байдарки, которые предназначены для переходов на дальнее расстояние. У них очень курсовая, хорошая устойчивость, у них очень хорошая скорость. Что там говорят, пакрафты, да? Вот она, каркасно-надувная. И чувствуется, летит, родимая, а? И курсовая неплохая. У них парусность довольно-таки низкая. Вот. Что значит курсовая устойчивость? При гребке у тебя нос судна не уводит вправо или влево. То есть они держат хорошо курсовую устойчивость, это очень классно, потому что каждый раз подруливать веслами во время гребли, это очень тяжело. При этом они довольно-таки грузоподъемные, в них можно накидать кучу всякого барахла. Вот. И в чем еще плюс? Они разборные. В рюкзак сложил 25 кило, по-моему, вот эта лодка весит 25 кило, закинул за плечи и, пожалуйста, группой, допустим, 2-3 человека, а не 2-3 местные, одноместные бывают, группой 3 человека, допустим, куда-то забросились, в том числе в пешку. Двое несут там продукты снарягу, ты несешь рюкзак с этой лодкой. Плюс-плюс. Значит, в чем плюс, допустим... А, для каких, допустим, рек? Вот, кстати, Диме я могу порекомендовать именно такого плана байдарки, потому что у них нету порогов, как таковых, на их реках. Реки довольно-таки длинные, протяженные. То есть ему нужно судно, которым было бы управлять легко, которое было бы вместительное, комфортное. Вот. Но при этом не должно судно испытывать нагрузки при прохождении каких-либо порогов. Вот, допустим, на Варзуге я проходил пороги до 2-й категории сложности байдарочные. Можно до 3-й, я так... Вот, мое личное мнение, можно до 3-й, но желательно с какой-нибудь страховкой по причине того, что если судно потеряешь, ну, хотя бы, чтобы тебя вытащили из воды и было запасное судно, чтобы уйти дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Следующий тип судна... Не тип судна, а вид вот подобных лодок — это надувные. У надувных есть один большой минус — это парусность. То есть, допустим, в Карелии хорошо ходить на каркас на надувных, там большие пространства, в том числе реки не очень порожестые, в крайнем случае, если можно обнести или пройти по фарватеру порога. Вот. А если... Это на Карельском перешейке, прошу прощения. А если взять Карелию, то в Карелии в основном реки с очень такими... Такие пороги с большим количеством камней. Особенно, когда летом там ходят группы, вода падает, и сады камней оголяются, и пройти на каркас на надувной байдарке там практически невозможно. То есть, это будут постоянные обносы. А надувную — у нее большой плюс. Подскочил немножко, подздул немножко борта, и спокойно ее провел или прошел на ней. Она, скажем так, по камням чиркает, но она не рвется и не оставляет дырок. Это большой плюс. Вот. Ну, собственно говоря, наверное, на этом хватит. А, да, покрафты, 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 покрафты... Когда люди советуют, допустим, Диме, там, вот тот же самый взять покрафт, ребята, ну, вы представляете? Безумная парусность, легкость судна, практически неуправляемость, отсутствие курсовой устойчивости, малая грузоподъемность. Смысл. Этот покрафт был изобретен только для одного — для того, чтобы вы куда-то могли его донести. Малый вес, да, там, 2-3 килограмма на доле, сплавились быстренько, обратно, и все. То есть, именно для этого он... Его сейчас используют, да, для прохождения порогов. Ну, знаете, можно и хером груши околачивать, но, на самом деле, лучше хер использовать для чего-то другого, ну, скажем так, по назначению. Вот. Ну, ладно. Хватит о судах. То есть, Дима, мой тебе, вот моя личная рекомендация тебе — это каркасное или лучше каркасное надувное судно, типа бардовое, что-нибудь типа этого. Вот. Я думаю, что это будет самый лучший выбор для вашего типа рек. Так. Надеюсь... Надеюсь, не навернусь. Теперь у меня есть небольшой список. У меня есть небольшой список для того, что я приготовился, о чем я приготовился рассказать. Вот. Сейчас мы по нему быстренько пробежимся, и я буду делать включение из роликов для того, чтобы было понятно, о чем конкретно я говорю и какая проблема. Значит, первое. Когда вы идете в поход, если вы идете, особенно в одиночку, никогда... Сейчас. Особенно, когда есть... Особенно, если вы идете в одиночку, всегда спасик должен быть на вас. Как только я выпал, что-то чувствовал я себя не очень на самом деле, я не знаю почему, но какая-то у меня... что-то у меня лихорадит, как-то голова кружится. В какой бы лодке вы ни находились, что бы с вами, скажем так, большая эта лодка, грибная, каяк или еще что-то, спасик должен быть на вас. Если вы в компании, это еще ладно, бог с ним, куда ни шло, при ухудшении погодных условий, спасик на себя. Так, в принципе, можно идти без спасика, хотя я противник этого. Вот. А если вы идете один, спасик 100% на вас. Солнечный удар, раз за борт, кувырк и все. Куча случаев, когда люди гибнут без спасиков по какой-то глупости. Поэтому спасик всегда на себе. Я обратил внимание, что Дима для того, чтобы не натереть руки, надевал перчатки. Уже заметно усилился ветер. Во время, да, во время гребли, без разницы, это грибная лодка или байдарка, руки натираются. Руки натираются и перчатки чем в данном случае плохие? Тем, что они намокают, они в них руки потеют и, скажем так, ну для кожи это не есть хорошо. И что делают? Для того, чтобы руки не натирались, не натирались мозоли, для того, чтобы в походе не натирались мозоли, вот эти места, которые будут, в которых подушечки пальцев, вот здесь вот около большого пальца, да. То есть, ну возьмите весло и представьте, где у вас будет натираться. То есть, вот эти места где-то за неделю до похода начинайте промазывать йодом. Обычно йод, если где-то намазать йод, условно говоря, да, довольно-таки густо, он сжигает кожу. Эти места довольно-таки грубые, кожу он не сожжет. Тем более, первый раз можно послабее намазать, второй на второй день посильнее, потом посильнее. И к моменту похода у вас кожа здесь загрубеет еще сильнее и, поверьте мне, никаких мозолей у вас не будет. То есть, это проверено не раз. Перед каждым походом за неделю где-то я все это проделывал, для того, чтобы не натирать руки. Перчатки могут быть, но в данном случае перчатки на холодную погоду, когда конечности начинают мерзнуть. Потому что сидишь, все равно сидишь, и вода холодная постоянно на руки капает, да, свисла. Поэтому перчатки иногда нужны, но тогда они матерчатые, потому что в них руки все равно замерзают, а не опреновые. Неопреновые перчатки, вот такая вот вещь. Сразу по поводу еще медицины, понятно, там куча всяких роликов про медицину, что нужно с собой брать. Единственный мой совет, который я хочу вот здесь в данном случае упомянуть, и это никак не связано с этими роликами, которые мы сегодня обсуждаем, это нигде не упоминается. Обязательно перед походом сходить к зубному, чекнуть свои зубы. Причина в том, что во время похода, во время похода очень часто простываешь. Ты можешь не заметить, ну там вроде как там легкий насморк или еще чего-то. Очень часто бывает переохлаждение или что-нибудь такое. И в первую очередь это может повлиять на ваши зубы, и где-нибудь выскочит флюс или заболеет зуб, и не дай бог представьте себе десятидневный поход. Вот вы далеко от медицинской помощи сидеть на каких-то обезболивающих, но постоянно, можно конечно, но постоянно чувствовать вот эту боль, это конечно ужасно. Именно поэтому каждый раз, когда мы ходили в поход, и мало того, что я сам, я и своей группе рекомендовал обязательно пройти и прочекать зубного. В некоторых моментах у Димы была такая ситуация, когда он шел далеко, довольно таки далеко от берега, и в это время начиналась гроза. Во время гроза лучше идти под берегом, по одной простой причине. Молнии очень часто бьют воду, очень часто бьют по одиночным стоящим деревьям. Каяк или лодка с металлическими частями, это очень удачное место, куда может приземлиться молния. Именно поэтому, когда, если вы видите, что грозовой фронт приближается к вам, под берег и вдоль бережка, вдоль, рядом со стоящими деревьями, то есть, скорее всего, если уж молнией притянет, что называется, сданет она, скорее всего, по деревьям. То есть, вот это вот, с точки зрения безопасности, одно из таких вот, одно из таких вещей, что во время грозы на воде находиться опасно. И нужно держаться, нужно ближе к берегу. Вот как раз где-то в этом моменте Дима поступил совершенно правильно. Я поодену спасательный желез, потому что ветер может подняться очень сильно, и буду плыть к берегу. Поплыли к берегу быстрее. И против ветра, получается, я буду плыть. Но вот я могу сказать только одно. Я проходил Белое море во время грозы. У меня не было другого выхода, гроза меня застала прямо в Белом море, и на берег я не мог выброситься по причине того, что там были безумные волны и волны, где я не мог причалить. Вот. А мне нужно было дойти до берега. И когда молнии били на расстоянии километра, а в море это недалеко, скажу честно, я чувствовал себя очень дискомфортно. Так, по поводу укладки вещей. Вот. Мне сложно, честно говоря, было оценить укладку вещей у Димы, потому что он мне вполне четко это все показывал. Я могу следующее сказать. Если вы собираетесь заниматься водными походами, у вас должно быть достаточное количество гермомешков. Гермомешок, конечно, это вещь в таком походе. Разных гермомешков на разное количество литров, там, 50-35 литров. То есть, для того, чтобы сложить те же самые продукты, те же самые одежды, то все вот это вот должно быть разложено по гермомешкам. Если же гермомешков некоторое количество, и вы идете на подобные лодки, вот как мы делали во время походов по Ладоге, когда мы ходили на грибной лодке с детьми, с детской группой, мы укладывали на низ вещи в гермомешках, сверху укладывали вещи без мешков, и сверху накрывали всю эту пленкой, заправляя ее до самого дна. То есть, во время дождя или во время волны, когда там захлестнуло, вода падает на пленку, вода падает на пленку, и потом постепенно стекает туда, даже если она на дно истекает, там гермомешки или же оборудование, которое не боится намокнуть. И все, собственно говоря, это очень удобно, комфортно, и вы не боитесь за свои вещи. В своем ролике Дима довольно-таки поздно швартовался на ночевку. Вот место нашел. Надо причаливать. Честно скажу, когда вы идете в поход, старайтесь отдыхать, вы идете отдыхать. Поэтому встаньте, выберите место еще когда засветло, разбейте спокойно лагерь, отдохните, приготовьте нормальную еду, чтобы вам не мучиться не делать это все в темноте. Когда ты один, да, я вот тоже, у меня ночные переходы были, но, скажу честно, ночные переходы, мне нравилось их делать по причине того, что я шел по Карелии, это были белые ночи, это было просто красиво. Просто грести в темноте, это мало того, что ничего интересного, а во-вторых, это опасно. Река судоходная, может быть какой-нибудь катерочек, который вас не видит или поздно заметит, и хлоп, и трагедии не избежать. Поэтому по светлу встали, выбрали хорошее место и спокойно встали на стоянку. Честно скажу, вот в этом эпизоде я не совсем понял, почему Дима так поступил. По причине того, что до этого он, допустим, загружал лодку абсолютно правильно, то есть он ее ставил на воду, закидывал вещи, посекуньку отталкивал, и лодка постоянно была на воде, и ему не приходилось прикладывать сильных усилий для того, чтобы лодку скинуть. Здесь, в этом эпизоде, мы видим сразу три проблемы. Первая проблема, то, что он загрузил лодку, и для того, чтобы ему стащить ее в воду, ему приходится прикладывать безумное количество усилий по причине того, что лодка просто-напросто тяжелая. Второе. Смотрите, что он делает. Он ее тянет по песку. А теперь представьте, что где-то в песке торчит гвоздь или стекло, или острая железяка. И что мы получим? Мы получим рваную рану, резаную рану где-нибудь на шкуре лодки, ну, не знаю, где-нибудь даже метр. Даже полметра длиной. Что это значит? Это значит ремонт. Совершенно верно. Тут сразу сделаю вставку. Для ремонта. Когда вы покупаете лодки, у вас там всегда будет ремкомплект. В ремкомплекте у вас всегда будет что? Клей, там наждачка, ножницы, да, условно говоря, заплатки. Обычно заплатки очень небольшие. Они там идут в ремкомплекте. Я всегда с собой брал, помимо этого, можно сказать, рулон материала. Для того, чтобы, если был длинный прорыв, чтобы его можно было целиком заклеить. И плюс ко всему капроновые нитки. Потому что, если очень длинный разрез очень длинный, вам сложно будет стянуть. Надо будет стягивать края разреза. Что это поможет сделать? Это поможет капроновая нитка. Не забывайте про капроновую нитку. И третья проблема, которой мы здесь сталкиваемся, это тапочки. Блядь, никогда не одевайте подобные, даже не тапочки, шлепанцы. Никогда не одевайте подобные вот вещи на ноги во время походов. То есть на берегу, да, можно там, конечно, не проблема. Но когда вы ходите, когда вы делаете проводку лодки где-то, когда вы ее загружаете, еще чего-то. Пластик тапка, пластик шлепанцев, песочек, вода. Это создает такую среду, когда нога легко может подскользнуться. Внутри тапка даже. Вывих ноги и вы практически не дееспособны. Поэтому обязательно используйте... Сейчас покажу. Вот, сразу притащил. Обязательно используйте неопреновые ботинки. Могут быть такие неопреновые ботинки. Могут быть неопреновые тапки. Как видите... Укидут на это. Как видите, у них довольно-таки рельефная подошва, что позволяет довольно-таки крепко ноги держаться на песке. Плюс ко всему, они создают, скажем так, довольно-таки теплую атмосферу для ваших ног. И ноги у вас стопудово не будут мерзнуть. И вот, кстати, неопреновые перчатки. Тоже небольшие. Что называется, они легенькие. Как только стало холодно, накинули перчатки и все. Неопреновые костюмы. Для... Значит, чем они хороши? Они... Они очень здорово... Они очень здорово берегут тепло. То есть, как бы холодно не было, неопреновый костюм. Сверху просто какая-то курточка, чтобы вас не мочило. У меня в данном случае костюм, он... Таким... Господи, как это называется-то? Забыл, как называется? Ну, потом слово вставлю, если вспомню. Вот. Ну, на самом деле, на рынке можно кучу всяких костюмов найти. Начиная от неопреновых трусов. Полу... Таких... Полу-бридж, да. Майки. Футболки. То есть, любые вариации, которые вам по карману и которые вам будут более удобны. Ну, вот там вот был момент, когда Дима замерз. У меня подмерзают ноги, я не знаю, как их греть. Одевать ничего... Такого смысла ничего нет, потому что все мокрое. В любом случае. Гороса вдвиняется, наверное, на улицу, потому что холодно. Реально, я уже пододел термобелье. Кажется, летом ты идешь, да? Ну, зачем тебе неопреновый костюм? Да, многие ходят и жарко во время сплава. А бывает так, что вот лето и холодно, и что тогда? Надел неопреновый костюм и комфортно. Более того, неопреновый костюм чем хорош? Если вдруг во время сплава у вас случился оверкиль, да, вы перевернулись, у вас что? Он создает дополнительную плавучесть. Во-первых, он бережет ваше тепло и он создает дополнительную плавучесть. Плюс, плюс. Отлично. А, да, кстати, сейчас вот еще вспомнил по поводу того, что я говорил, с пасеки обязательно быть. Поймите только одно. Сейчас не знаю вообще, в каком месту я это привяжу. В каком месту я привяжу? А, про безопасность, да, точно. Про безопасность и то, что держаться вдоль берега. То есть, во-первых, это из-за грозы. А, второе, вот там Дима проходил водохранилище или разлив какой-то. Кто-то боится пауков, кто-то боится высоты. Я, например, много раз прыгал с парашютом, но у меня страх попасть в шторм. И он проходил, по-моему, по прямой. Всегда строите маршрут таким образом, чтобы идти вдоль берега. Почему? На воде очень быстро меняется ситуация. Резкая волна, ветер, еще чего-то, кельнулись. Вы не заберетесь обратно в лодку. То есть, в лодку забраться, ну, в такую еще можно, да. То есть, если ее, условно говоря, ты потерял все вещи, перевернул обратно, ты в нее снова залезешь. Но, допустим, на байдарке, ты на байдарке снова не залезешь. Потому что байдарка будет полна воды. Ты ее просто-напросто не вычерпаешь. И поверьте мне, что если вы идете даже в группе, вы не сможете человека затащить в лодку и выбрать из нее воду. И затащить лодку вам придется человека буксировать до берега. И пускай он даже будет в Спасике. Пускай у него будет положительная плавучесть. Он будет держаться на воде очень хорошо. Но один раз у нас был случай, когда лодка перевернулась при прохождении порога. Мы проходили порог наверх причем. Вот. Один экипаж бросился подбирать лодку и вещи. Второй экипаж одного человека взял. Мой экипаж взял второго человека. И вот я вам могу сказать только одно. Нам надо было проплыть, наверное, метров тридцать всего лишь до берега. Эти тридцать метров были адом. То есть я греб. Вот во время гребли этих тридцати метров я устал больше, чем за весь день гребли. То есть этот человек в гидрокостюме работал как якорь. Да, плавучий якорь. Безумно тяжело было грести с человеком, который держался за двою корму. То есть мы практически не передвигались. И при этом мы гребли в два весла. То есть у нас в экипаже было два человека. И я могу сказать, что я довольно-таки хороший гребец. Вот. Грибуна. И было безумно, безумно тяжело вытащить человека из воды. А теперь представьте, это тридцать метров. Теперь представьте, что вам нужно прогрести пару километров. Это, это, это беда. Именно поэтому всегда планируйте свой маршрут и идите вдоль берега. Если вам нужно пересечь какое-то, ну скажем так. Была у меня, была ситуация, да. Энгозер я пересекал. Пересечь нужно было где-то километра с лишним. Я пересекал его по, во-первых, поперек. Не по диагонали шел. Хотя по диагонали было бы быстрее, сэкономил бы кучу времени. Но так как я шел один и в целях безопасности я пересек его поперек. Дошел до следующего, до южного берега. И уже шел вдоль южного берега под прикрытием леса. И в любой момент я мог эвакуироваться на берег. То есть всегда планируйте свой маршрут именно вот таким вот образом. Маленький, маленький элемент. Как меня научили в школе инструкторов туризма. Каждый раз, когда ты устраиваешься на ночевку, каждый раз, каждый раз, когда ты устраиваешься на ночевку, Судно на берег, перевернул. А весла? Весла под палатку. Почему? Часто очень хулиганят местные. Первое. Весла под палаткой, они не уведут у тебя, скорее всего, байду. То есть они никуда не угребут. Второе. Если ты оставил, ну, собственно говоря, да. Это же первое. Если ты оставил весла рядом с лодкой, лодка может уйти вместе с веслами. Или весла вместе с лодкой. Вот. Поэтому всегда весла под лодку. Ой. Весла под палатку. Оговорился. Оговорился. На что я обратил внимание? Дима убирал воду. Этим. Кружкой. Была такая фигня. Была такая фигня, пока я не увидел, как у ребят была в лодке губка. Причем у них была маленькая губка для мойки посуды. Вот. Но не было кружки. Кружка где-то была закупана. Вот они этой маленькой губкой убирали воду. А я потом стал с собой возить большую губку. Такую вот, знаете, которую моют машины. Большие губки. Во-первых, плюс то, что она берет сразу большой объем воды. Во-вторых, ты можешь запихнуть ее в такие щели, куда у тебя кружка не залезет. То есть, она высосет воду и оттуда. А в-третьих, плюс этой губки то, что на стоянке, все равно как ни крути, когда ты садишься в лодку, когда ты там на обносах, на разведке, ты вылезаешь, залезаешь, у тебя там появляется песок. И чтобы этот песок вам неприятно так шуршит, во время стоянки ты разгружаешь все равно лодку. Этой губкой эту лодку можно помыть. Плюс, плюс. Так что, Дима, рекомендую тебе в следующий раз взять губочку. Чем хороши водные походы? Водные походы хороши тем, что в лодку ты можешь запихать практически все. Да, сегодня опять погода паспорная. Но мне повезло, что хотя бы нет дождя. Я боялся то, что я проснусь, будет идти сильный ливень, тогда ничего не понятно, пережидать его или плыть, собираться в ливень. Это все, вещам всем бы тогда пришел конец. Именно поэтому я всегда говорю, берите с собой тенты. Большой тент, 6х6. Здесь, первое, что вы пришли, вышли на стоянки, определили место, где вы будете сидеть, где будет костер, натянули тент. Что это вам дает? Даже если пошел дождь, мы первым делом натягиваем тент, все вещи под тент, сами сели там и спокойно сидим, дождь поливает вокруг, вы наслаждаетесь тем, что вы сухие. То же самое уже потом, даже палатка, если стоит все. Во время дождя очень скучно сидеть в палатке, но в то же время сидеть мокнуть на улице никто не хочет. Именно поэтому сидишь под тентом, развел костерочек, наслаждаешься окружающими пейзажами, готовишь есть, снимаешь ролик, все что угодно. Тент это великая вещь, тенты носят в пешие походы, а уж не брать тент с собой в лодочный поход, это я считаю просто, ну, грех, это великий грех. Так что обязательно берите тент. И вот здесь вот мы видим, да, с утра Дима встал и он торопится, спешит собрать все вещи, чтобы они не намокли. А теперь представьте, что если был бы натянут тент, да, спокойно под тентом собрался вещи, упаковал в гермомешки, палатку, загрузил лодку, в последнюю минуту снял тент и спокойно все, у тебя все сухое, все в гермомешках и никаких проблем у тебя нет. По поводу обносов могу сказать следующее, вот в данном случае у Димы обнос был такой, автообнос можно сказать. Но маленький, маленький совет, если у вас большая группа, каждый раз разгружать и загружать лодки во время обносов, это не очень хорошо. Что мы делали, когда мы ходили большой группой? Мы просто-напросто, чтобы лодка не сломалась, куча народов встает по обе стороны лодки, дружно ее подняли и понесли. Лодку разгружать не надо, это довольно-таки весело, интересно перенести ее, самое главное быстро. То есть мы экономили время на сборе и на разгрузке и на погрузке лодки. Так что вот такой маленький, не ноу-хау, но маленький такой тип, как можно ускорить обнос порога или еще чего-то, то есть когда у вас запланирован обнос. Так, теперь такая фигня, как безопасность во время прохождения порогов или вообще на воде. Я, как подводный охотник, я никогда не заходил в воду без ножа. По одной простой причине, что ты не знаешь, с чем ты там можешь столкнуться. Очень много сетей в реке, очень много всяких веревок в реке, в том числе и на порогах. На порогах очень часто ставят сети для лосося, допустим, в Карелии, да? Поэтому там легко можно, попав в порог и перевернувшись, можно застрять в том числе и в сетях. Никто не говорит о том, что там большая глубина, допустим, вы не поверите, глубина может быть по колено, но поток воды такой, что зацепившись ногой за что-то, вас будет, вас положат в поток и вы не сможете подняться. Единственное, что в данном случае нужно будет, можно будет делать, это резать стропу или резать там сети, которые в вас зацепились. Поэтому у меня нож всегда был на груди. Можно его еще на какой-то там веревочке на ретривере каком-то сделать, чтобы он ретривер вытягивался и обратно убирался. Вот. Ну, или можно присобачить какой-нибудь чехол для того, чтобы он не вываливался. Но этот нож должен быть обязательно при вас. Нож должен быть складной. Поэтому маленький нож достал, сделал нужную себе работу, сложил, убрал обратно. Обязательно нож должен быть, мое мнение, опять же, я говорю, это все мое мнение, со стропорезом, да? С так называемой серрейторной заточкой. Почему? Потому что те же самые сети обычным ножом очень сложно, плохо режутся. Представляете, моток сетей, да? Их лучше рвать. И лучше рвать их именно этой серрейторной заточкой. И плюс ко всему старайтесь, чтобы ручка, ручка ножа была прорезиненная. В этом отношении, кстати, очень хорошие ножи. Они называются нож спасателя. Rescue Knife. Вот сейчас я, наверное, здесь сделаю вставочку, где я рассказываю об одном из таких ножей. Чем они хороши? У них прорезиненные ручки, они яркие. Прорезиненная ручка, серрейторная заточка. И они не скользят в руке. То есть, это большой плюс. То есть, нож обязательно с собой таскайте. Да. Еще маленькая вещь такая. Сейчас я, наверное, сделаю вот так вот. Видно? Не видно? У меня тут веревка со всякими узлами. Тренируюсь узлы вязать. Вот. Значит, я заметил то, что очень многие привязывают веревки на носу лодки, да, для того, чтобы ее привязывать к берегу, еще чего-нибудь. Очень многие привязывают веревку прямо к лодке. На самом деле это, конечно, можно делать. В этом ничего страшного нет. Но есть такая фишка очень хорошая. Очень хорошая, которая пригодится в любом походе. Это карабин. Альпинистский карабин. У меня сейчас альпинистского карабина нету с собой. У меня обычный карабинчик. Дурацкий. Ну, скажем так, чисто ключей поносить. Не больше. Жизнь доверять такому нельзя. Так вот. Что можно сделать? Элементарно. Чтобы не привязывать... Почему нельзя? Можно привязывать, да, веревку к лодке. Но, поверьте, у нас... Вот лично у меня было в жизни несколько ситуаций, когда мне нужно было очень срочно отсоединить веревку от лодки. Нас уносило в порог, и на лодке болтался якорь, и якорь унесло в порог еще дальше. И лодка не могла выйти на глистер по причине того, что якорь там парусил, болтался и держал лодку. Вот. То есть нужно было отсоединить. И в этот момент пришлось резать веревку. А в экстренной ситуации, скажем так, в экстренной ситуации, когда ты ножом размахиваешь вдоль борта лодки, представьте, если бы даже случайно я где-то чиркнул бы нос лодки, и она сдулась бы моментально, и нас бы унесло в порог, и что бы дальше там было, я, честно скажу, не знаю. Поэтому что делаю? Что теперь я делаю? Берется элементарная, вяжется восьмерка, элементарная, да? Вяжется восьмерка. Хоть такая, можно конец сделать подлиннее. Аккуратненько такая восьмерочка. Альпинистский карабин, не этот, альпинистский карабин и клодки. Закрутили, все. У вас в любой момент круто. То есть у вас, во-первых, застраховано это все вот этим болтом, который не дает карабину расстегнуться. Во-вторых, у вас, в случае если что, открутили, отсоединили, или карабин отсоединили от лодки, или эту веревку отсоединили от карабина, и все. То есть вам не нужно это все резать и развязывать узлы. Это первое использование карабина. Вот. А второе использование карабина, это во время, во время, когда вы, допустим, были, не были, а все время есть такая ситуация, когда вы скакиваешь на землю на разведку. Тебе нужно что? Тебе нужно привязать к дереву судно. Привязываешь дерево каким узлом? Естественно, быстро развязывающимся узлом, да? То есть, быстро развязывающийся узел чем хорош? Он хорош тем, что он быстро развязывается. То есть, собственно говоря, вот он, собственно говоря, затянулся. Вот он затянул. Где? Вот он затянулся. Все хорошо. Дернул вот здесь, узел развязан. Но вот, чтобы этого не произошло во время разведки и судно у вас не унесло, что можно сделать? То есть, вот эту вот, вот эту петлю, ее нужно застраховать, чтобы не было вот этого развязывания. Можно, конечно, вставить палочку, да? Условно говоря. Какую-то палочку. Но эта палочка может сломаться, может еще чего-то. Для этого берется, опять же, альпинистский карабин. Сюда хлоп. Вот сейчас. Вот он, как страховочный. Вот он затянут. И обратно. Я вот за это тяну. Но развязать я никак не могу. Почему? Потому что карабин, карабин не дает развязаться узлу. То есть, карабин в данном случае выступает как страховочное устройство. Как я говорю, карабины нужны в любом походе. И вам он пригодится. Если, кстати, вязать байдарки к фалу, да? То есть, допустим, свою байдарку я вязал всегда за каркас. То есть, металлический вот этот алюминиевый каркас, я карабин цеплял за каркас. Не за веревки, не за всякие обвязки, а именно за каркас. Потому что жесткая конструкция, это гораздо лучше. Плюс карабины могут использоваться как для создания блоков. Конечно, они херовые. То есть, они снижают нагрузку из-за того, что радиус вот этого места довольно-таки маленький. Они снижают нагрузку где-то, может быть, процентов на 15-20. Но при этом есть карабины, допустим, уже с роликами. Их можно использовать для, опять же, можно использовать для создания блоков. Что-то поднимать тяжелое или тянуть что-то тяжелое. Что-то вот такое. Вот. Ну, как бы вот такая вот ситуация. То есть, это вот такие вот мелочи, которые я хотел бы рассказать, с которыми я хотел поделиться. Как мы видим, из одного похода, вроде как человек неопытный. Но мы с вами, опять же, благодаря его походу смогли разобрать некоторые его ошибки. И надеюсь, что вы не допустите их. Я надеюсь, что Дима тоже посмотрит этот ролик, оставит свой какой-то комментарий. В чем-то согласится, в чем-то поддержит, в чем-то не поддержит. И тогда мы можем подискутировать и в дискуссии, скажем так, найти какую-то истину. Вот. И, как я сказал, здесь ничего особенного не было. Это все тот опыт, который я учил самостоятельно или те вещи, которыми меня научили. Здесь ничего сложного. Но это, я надеюсь, поможет вам сохранить жизнь. Сохранить оборудование в целости и сохранности. И сделать ваш поход довольно-таки интересным, безопасным и увлекательным. Вот. Поэтому ходите в походы. Всем пока. На этом все. А, да, черт возьми. Я же собирался два ролика забрать. Лесника еще. Слушайте, ну честно скажу, значит, ролик Лесника. Его первый адовый сплав, который он обещал. Такое унылое говно было, что я заснул на 30-й минуте. Причем я всегда смотрю ролики на скорости 1.5 по одной простой причине, что времени мало и хочется как можно больше глянуть. Я смотрел, то есть там все довольно-таки активно было, но я все равно заснул. Вот. Поэтому, к сожалению, я ничего рассказать об его походе не смогу. Собственно говоря, все. На этом все. На этом пока. Если вам понравился подобный формат, лайкайте, подписывайтесь и задавайте вопросы. Потому что я в данном случае, я, скажем так, рассказал то, что сам видел и то, что попало первое в зону моего внимания. Может быть, у вас будут какие-то дополнительные вопросы, с удовольствием на них отвечу. Все. До свидания. До свидания. До свидания.